Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Возвращаемся в программу Народная трибуна Сейчас принес быстренько звонок Потом вернемся к теме о том что же происходит В противостоянии между Генеральным прокурором Баром и Демократами Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Я не знаю вы смотрели Полностью Слушание в Сенате Ну практически Почти Вот там Круз Однозначно сказал Все люди которые хотят Прочитать Репорт Мюллера Полностью Он давно отпечатан И свободен В том что вы его Любой человек взял Спасибо большое Сейчас я об этом скажу Да действительно Подвел черту всему этому Тед Круз Он сказал Очень красиво подвел Бара обвиняют Да письмо сначала Письмо которое написал Мюллер написал Бару Да он сказал что он не согласен с некоторыми Высказаниями генпрокурора Недовольство Мюллера было не фактическая часть заключения Бара Лишь какие то Лишь какие то Интонации Как он это преподнес Его оценка как бы да И вот с точки зрения демократов это можно трактовать как попытки Бара Скрыть итоги расследования Мюллера То есть скрыть настоящее вот то что якобы там Совершенно верно Информацию об этом письме Слили быстренько накануне этих слушаний Буквально за день В Вашингтон пост Значит Бар сказал На что Бар ответил Ну вообще после того как я получил это письмо Я позвонил Мюллеру и спросил Ты не согласен С фактической частью моего вот этого мема Которое я выпустил Он говорит нет Так а в чем тогда проблема Он говорит ну Пресса освещает это вот так Как я это не чувствую и так далее То есть претензии по сути дела Мюллеру были к прессе Каким образом она все это освещает Бар на это ответил Тед Круз очень хорошо подвел итог этому Он сказал Наши дорогие коллеги слева Возмущаются тем Что Бар не опубликовал 19 страниц Вот этих 19 страниц Страниц которые Самари которые написали Команда Мюллера А мы знаем что в команде Мюллера 13 человек Ярые сторонники Хиллари Клинтон И такой Лосон Человек как Эндрю Вайсман Человек запятнавший себя как прокурор Человек который уничтожил компанию В которой работало по моему 80 тысяч человек Посадил в тюрьму невинных людей И потом я должен подчеркнуть Конституционный суд рассматривал это дело И в девятером 9-0 Опровергли Проголосовали против решения Которое вынес прокурор Это абсолютная мерзкая картина Это человек карьерист который готов Идти по трупам Лишь бы сделать себе карьеру Его же Барра то обвинили в том что Значит он врал под присягой Что он препятствовал правосудию Что он исказил заключение И ни одно обвинение не было подтверждено ничем Бара в чем только не обвинили Так вот Тед Круз сказал Значит наши коллеги слева Обвиняют генерального прокурора Бара В том что он не опубликовал 19 страниц И поднял вербит Вот здесь 450 с лишним страниц текста В которые входят кстати эти 19 страниц Которые о которых они сейчас говорят Если это их главный аргумент То я должен сказать что это слабый аргумент Я где-то вычетал И прочтите Я где-то вычетал что Кто-то написал вот буквально недавно Что вот это напоминает знаешь Когда вышел фильм А фильм ты не видел А ты видел только вот этот трейлер Трейлер да Да и вот это напоминает вот эта вся возня Да этот отчет был опубликован по-моему еще в марте месяца То есть пожалуйста возьмите и прочитайте Давайте мы принесем звонок Добрый день Добрый день Алло Извините пожалуйста Звоню третий раз Вы знаете те кто вам звонят Конечно подробно все это смотрели В деталях Вы неоднократно комментировали И сейчас вы пересказываете то же самое Вопрос был Матлер Я понял Мы сейчас приближаемся к этому В общем прошло слушание В Сенате Недлер Команда Недлера Это председатель Юридического комитета конгресса Вели переговоры с командой генерального прокурора О том чтобы тот дал показания конгрессу Потому что конгресс считает что прокурор Лгал Мало того об этом заявила Нэнси Пелоси Она сказала что Бар лгал и это преступление Так вот Генеральный прокурор Бар Дал Добровольное согласие Прийти И дать показания конгрессу И буквально за день До этого За два дня до этого Или за день даже Недлер Придумал такую фишку Что вопросы Генеральному прокурору Будут задавать Не члены комитета Юридического А стафферы То есть Нанятые лаера Грязные лаера Один из которых Там длительное время Выступал на CNN И поливал грязью Трампа И доказывал всем Что Трамп предатель Можете себе представить Этих лаеров Которых собирается пригласить Недлер Для того чтобы вести перекрестный допрос А люди которые разбираются в этом деле Лучше чем я И лучше мои друзья Которые имеют юридическое образование И спорят со мной на фейсбуке Говорят о том Что это типичная попытка Устроить так называемый Перджери трап То есть вести перекрестный допрос С тем чтобы один и тот же вопрос В разных формулировках задавался И чтобы Бар ответил В одном случае так А в другом чуть чуть по другому И уже обвинили во лжи И тогда его можно обвинить Во лжи И абстракт Да То есть понимаете Это все делается с одной единственной целью Но теперь почему это делается Возникает вопрос А делается это вот почему Потому что Бар Вы помните С самого первого дня Когда его еще утверждали Линдзи Грэм задавал ему вопрос Намерены ли вы Обратить ваше внимание На то Как начиналось Контрразведывательное расследование В отношении президента Трампа Он сказал да Намерены ли вы Посмотреть там Было ли Злоупотребление Злоупотребление Файзекорд Он сказал да Другими словами Он же ясно сказал Что он считает Что это самый настоящий шпионаж Вот это и вызвало Панику Панику в рядах демократов Потому что Бар пообещал Что поскольку расследование В отношении Трампа Закончилось Теперь я хотел бы знать А с чего оно началось Под чьим руководством Оно началось Кто и когда знал Расследовать Все окружение Обамы А вся эта цепочка Всех этих деятелей Так называемого Разведсообщества Вся эта цепочка Ведет на самый верх К президенту Обамы Все это было Под его руководством И демократам У демократов Началась паника Единственное Что они сейчас могут сделать И они предпринимают Эти попытки Если вы сейчас Включите любой канал На телевидении Вы увидите Что они 24 часа В сутки 7 дней Неделю Обвиняют Бара В том что он Слуга Он папит Он лакей Его обвиняют в том Что он не действует В интересах государства А действует в интересах В интересах Белого дома То есть их задача Заключается в том Вот это основное обвинение В том чтобы Дескредитировать Бара Потому что расследование Которое он поведет Покажет Всему американскому народу О преступлениях Совершенных администрацией Президента Обамы Ну правильно Когда генпрокурор Холдер Пытался скрыть Следы скандала Фессенфьюжн Фьюриас Фьюриас Да О поставках оружия Наркокартелям И все остальное То естественно Они все Испугались Испугались Мягко скажем Так вот Теперь они спустили Всех собак Набаре Надлер Сказал что он будет Даст возможность Этим Лайерам Перевести Перекрестный допрос На что Генеральный прокурор Сказал Знаете что Вы тогда Сами себя Допрашиваете Там Вас там Собралось Сколько Вот вы Между собой Поговорите Я отказываю Сказался Надлер Сказал что я Мы тогда будем Объявлять Интем Интем То есть Неуважение Неуважение К правосудию К конгрессу Неуважение К конгрессу Инконтент Инконтент Неуважение К конгрессу И таким образом Мы бы Так сказать Мы его можем Даже Начинаются угрозы Мы в суд Мы его посадим Мы его арестуем Мы его в каталажку Запрем Еще одна глупость Со стороны Позоры Еврейского народа Надлер Это позор Еврейского народа Это темное пятно На грандиозном Теле Еврейского народа Такое же темное пятно Как Сорос Такое же темное пятно Как Коин Стив По-моему Коин Коин Который Жрал Сидел курицу Изображая Да Поставил Статуэтку И жрал курицу И говорит Что Чикен бар Испугался В общем Два таких Негодяя Так вот Надлер обещает Объявить Инконтент То есть Неуважение К Конгрессу Что является Тоже Так сказать Заблуждением Поскольку Генеральный Прокурор Бар Дал добровольное Согласие Прийти Отвечать На вопросы Они По повестке Не может У шлепок Недлер Съесть Объявить Неуважение К Конгрессу Поскольку Он дал Добровольное Согласие Сейчас Они Начинают Ломать Голову Как бы Придумать Сейчас Они Будут Выписывать Поездку Сейчас Они Будут Что-то Делать В общем В общем Вся эта Ситуация Довольно Мерзкая Абсолютно Какой Формальный Повод Недлера Он Затребовал Все Документы В Конгресс Без Всяких Редакций Бар Сказал Что Это Невозможно Потому Что Это Запрещено Законом Это Для Моего Друга Юриста Который Со мной Спорит Это Запрещено Законом Материалы Которые Рассматривались В большом Жюри Не Могут Быть Преданы Огласки До Решения Суда Для Этого Должно Быть Отдельное Решение Суда Единственный Прецедент Который Существует Насколько Я знаю Это Когда Представитель Юридического Комитета И Генеральный Прокурор Совместно Пришли В суд И Сказали Да Это Не Представляет Никаких Не Нарушает Ничьих Интересов Не Представляет Никакой Опасности И так Далее Значит Надвер Может Обратиться В суд И Затребовать Нередактированные Материалы Для того Чтобы Это Стало Достоянием Гласности Но Я Сомневаюсь Что Суд Примет Такое Решение Кроме Того Не Отредактированный Доклад Может Его Предложили Сразу Так Называемой Большой Восьмерки То Лидером Обеих Палат Обеих Партий Они Имели Возможность Прийти В специальную Секретную Комнату И Ознакомиться Со Всеми Материалами Которые Их Интересуют Не Отредактированными Со Всеми Именами Фамилиями Явками И так Далее И Ни Одна Бразь Из Демократической Партии Единство Кто Там Два Республиканца Пошли И Ознакомились С докладом Не Отредактированным Ни Один Подонок Из Демократического Конгресса Не Соизволил Прийти И Ознакомиться С докладом Не Отредактированным Это Говорит О том Что Их Не Интересует Что В Докладе Это Идет Попытка Дискредитировать Генерального Прокурора Грязные Приемчики Применяются Вот Все Что За Этим Стоит Но Я думаю Что Они Умоются Умоются Ничего Не Будет Ничего Не Будет Никакой Сержант Из Конгресса И Не Арестует Генерального Прокурора Умоются Демократы Мало Того Я думаю Что Это Послужит Гарантией Того Что Все Эти Клоуны Которые Сейчас В большом Цирке Больше 20 Человек Которые Претендуют На должность Президента Соединенных Штатов Америки Так Останутся Кандидатами И Один Из них Наиболее Яркий На сегодняшний День Лидер Байжо Старина Джо Байден Который Погряз В коррупциях Мне Интересно Тут один Парень Который На русском Радио Вещает И вот Так Беспокоит Ему Так Хотелось Посмотреть На Инком Текс На Налоговые Документы Трампа Потому что И меня Все время Удивляло У демократов И их сторонников Как их Интересуют Доходы Людей Которые Занимались Частным Бизнесом И почему То Их Совсем Не Интересуют Доходы Политиков Которые Сидят Получают Зарплату Из наших Налоговых Денег И становятся Миллионерами В частности Почему-то Эту говорящую Голову Не интересует Каким образом Сын Байдена Наркоман Получил От китайского Правительства Полтора миллиарда Долларов Нет Не интересует Их не интересует Почему тот же Наркоман Получал Зарплату 60 тысяч В месяц От украинского Правительства Будучи на совете Директоров На одной из Энергетических Фирм Возглавляемых Олигархом По-моему Российским Даже Это их Не интересует А вот Каким образом Трамп Заработал Свои деньги Будучи Бизнесменом Не президентом А бизнесменом Вот это Их интересует Они спать По ночам Не могут Самое интересное Что Байден Отправился В поездку С речами Перед избирателями И начал Это с Пенсильвании В которой Благодаря Администрации Трампа Начался Бурный подъем И в которой Благодаря Администрации Обамы Похоронили Угольную Промышленность Он начал Это все С Пенсильвании Давай Прием Звонок Да Пожалуйста Вы в эфире Алло Здравствуйте Здравствуйте Сергей Вы зря волнуетесь Я не волнуюсь Абсолютно Это неправильно Я хочу сказать Знаете Немного Но Что Слава богу Нету Есть нормальный Прокурор Мужик Который Может За себя Постоять Прекрасно И То что мы Об этом Говорим Не надо Он Сам это все Сделает Был вопрос Поэтому Мне хотелось Ответить Спасибо Большое За ваш Звонок Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Это Женщина Японка С Хаваев Как ее зовут Там Не помню Бези Хирону Да Она Отказалась Давать Декларацию Свою Показывать Инконтекс Ритул Так что Он Уже Протенгент Потому что Жулики Жулики Пусть Посмотрят На нее Конечно Оказалось А как же Иначе Зачем же Ей показывает То что Жулики Потому что Да Пожалуйста Здравствуйте Добрый день Добрый день Я только Приключился Может Вы уже Затагивали Эту Что Это Фильм Обама Собирается Про Трампа Это Да Это Интересно Спасибо Большое Да Семейка Обамов Обам Обамов Обамов Обам Семейка Обам Я думаю Семейка Обам Да Будут Продюсировать Какой-то Фильм Про 45 Президента Соединенных Штатов Америки Ну Если К тому Времени Обаму Не возьмут За хвост И Так Сказать В главных ролях Будет Роберт До Ниро Мэйл Стрип Можете себе Представить Кто там еще Можете себе Представить Будет на экранах Исполнять то Что она обещала Исполнить Можете себе Можете себе Представить Эту картинку Итак Байден Значит Его темные делишки С Китаем Его темные делишки С Украиной Я думаю Что На его месте Следует Подобрать Хорошего Лойера И зарыться В норку И не показываться Нигде Просто Спрятаться И сгореть Со стыда Потому что Вы помните Какая сложная ситуация Была между Тайванем Между Китаем Когда Китай Начал Делать Искусственный Остров По сути дела Превращая его В военную базу В водах Которые Китаю Не принадлежат И Обамка Отправил туда Байдена Наводить порядок Байден пошел Навел порядок Его сынышка Получил полтора Миллиарда долларов И на этом Вся миссия Закончилась И сегодня Байден выступает Перед своими Потенциальными Избирателями И говорит о том Что Китай не представляет Никакой угроз Какие они Они даже Не соперники Такого дурака Включил Ну собственно Он особым умом Никогда не блистал Ну а тут Просто откровенного Дурака включил Китай Представляет Наибольшую угрозу Для нашей страны С любой точки зрения С экономической С военной С политической С какой хотите Китай На сегодняшний день Самая большая угроза Для нашей страны Что касается Избирателей Потенциальных Вот я посмотрел Опрос который Проводил СНН Ну правда У СНН своя Определенная категория Зрителей Это отдельная Графа И Но в этом Есть некий смысл Потому что Люди которые Сейчас вдруг Получили работу Их зарплата Стала расти Для них уже Как бы экономика Это не проблема Они сейчас О чем то другом Начинают думать Так вот На первом месте То есть сейчас Они Они сделали Опрос Среди потенциальных Избирателей На первом месте Какие проблемы Стоят Наибольшие проблемы Для избирателей Потенциальных Для потенциальных Демократических Избирателей Изменение климата 82% Medicare for all 75% Оружие 65% Free public college 52% Импичмент Трампу 43% Репарации 31% И voting rights For felons То есть Избирательное Право Для уголовников 28% Вот эти Проблемы Стоят на первом Месте Для потенциальных Избирателей Демократов Их 82% Этих Слабоумных Или Наивных Или еще Каких Беспокоит Изменение климата Глобальное Потепление Блин Глобальное Потепление Настолько глобальное Что похоже У людей Мозги расплавились Других проблем Для них Не существует 82% Из них Ставят Во главу Угла Когда Они пойдут Голосовать Это кандидаты Который Будет Говорить О том Что он Снова Войдет В этот Парижский Договор И еще Миллиардами Долларов Обложит Нас Налогами Дополнительными Чтобы бороться С глобальным Потеплением Знаешь Я Буквально Пару дней Назад Я стоял В очереди Ну Это не те Очереди Не наши Старые В магазине Я ждал Пока Меня начнут Обслуживать И за мной Через одного Человека Стоял Очень Такой Очень пожилой Человек И вот Он с кем-то Горел по телефону Такое впечатление Что он с кем-то Горел То ли Из другой Страны То ли Из другого Мира И вот Он рассказывал О глобальном Потеплении Как видно То ли Профессор Какой То специалист Вот Именно Ученый И он Говорил Что Чтобы Не было Как бы Мы Не пытались Эту природу Вот Испортить Человек На сегодняшний День Не в состоянии Не в состоянии Как Когда Ты Папа Что Такое Крым Пупочка Мне Хотелось Подойти Ему Сказать Пойдем С нами Придите На радио Расскажите Посмотри Вот Видишь Этот Большой Стол Вот Если Предположить Что Это Поверхность Земли Если Капли Если Чуть монетку Маленькую Это Вот Та Часть Вот Этой Поверхности Земли Которая Заселена Человеком А все Остальное Не заселено Человеком Ну то есть Это Разбросано Но в принципе Если собрать Человечество В одном В одном Месте То получится Что Одна Маленькая Монетка На этом Столе Это Та Часть Поверхности Земли Которая Заселена Человеком Все Остальное Свободно И они Говорят О том Что Мы Дескать Можем Влиять На Глобальный Климат Ну это Психопатия Ну естественно Если в городе Вырубить все Деревья Парки И Заселить Его Асфальтом То наверное Асфальт Нагреваясь От солнечных Лучей Будет Повышать Температуру На Один Градус Да Все друзья Мои Огромное Спасибо За то Что У нас Достаточно Много Комментариев Ютюб От Владимира Шаталова Спасибо Большое За то Что Вы Реагируете За то Что Пишите Свои Комментарии По возможности Мы постараемся Ответь У нас Нет Больше Времени Для того Чтобы Принять Звонки Давайте Оставим Ваш Вопрос На Следующий Раз Спасибо Огромное До свидания Всего Доброго